Нарские триумфальные ворота Памятник архитектуры стиля ампир в Санкт-Петербурге Расположен на площади Стачек, вблизи станции метро Нарская. Триумфальные ворота построены в 1827-1834 годах. В память о героях Отечественной войны 1812 года архитектор Василий Петрович Стасов, скульпторы Степан Степанович Пименов, Василий Иванович Демот-Малиновский, колесница в группе Славы, фигуры воинов и шести коней и Петр Карлович Клотов. Высота ворот более 30 метров, ширина 28 метров, ширина пролета более 8 метров, высота пролета 15 метров. Первоначально триумфальные ворота были построены для встречи российских войск, возвращавшихся из Европы в 1814 году на Нарской заставе, непосредственно у границ города, вблизи обводного канала. Сооружение было возведено из дерева и алебастра за один месяц. По проекту Джакомо Кваренги ворота украшали колесницы с шестью конями, управляемой богиней Славой, и скульптурой римских воинов. Кваренги представил два проекта с архитравным перекрытием и с аркой. По обеим сторонам от арки располагались трибуны для зрителей и оркестров. Российские войска в 1814 году прошли под аркой четыре раза 30 июля, 8 сентября, 18 и 25 октября. Однако возведенные из дерева и алебастра ворота быстро пришли в негодность. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга, участник Отечественной войны Михаил Андреевич Милорадович выступил за реконструкцию сооружений, и на высочайшем уровне императором Николаем I было принято решение постройки новых каменных ворот на берегу реки Таракановки, несколько южнее прежнего места. Василий Стасов сохранил в целом замысел Кваренги, и 26 августа 1827 года, годовщину Бородинского сражения, был заложен первый камень. Особенность у проекта новых ворот состояла в том, что конструкцию создавали из кирпичной кладки, обшиваемой медными листами. Из медных листов создана и скульптурная группа «Шестерка коней» Петр Клод и фигуры Славы Степан Пименов. Скульптуры римских воинов заменили медными древнерусскими витязями Степан Пименов и Василий Демок-Малиновский. Крылатые женские фигуры Борельеф из гением Славы создал скульптор Иван Леппе. По бокам ворот имеются надписи, начатые 26 августа 1827 года, открытые 17 августа 1834 года. Также имеются надписи о местах решающих сражений, о воинских соединениях. Посмотреть на новые триумфальные ворота прибыла императорская семья. Также была выпущена бронзовая медаль. В помещении ворот, куда ведут две винтовые лестницы, работает музей воинской славы, созданный в 1987 году решением Главного управления культуры города Ленинграда. В том же году в Государственном музее городской скульптуры появился новый филиал «Нарские триумфальные ворота», в котором представлены атрибутики Отечественной войны 1812 года, проводятся тематические выставки.